Девушки отдыхают Добрый день, друзья, не другие. 21 октября, день рождения Никиты Сергеевича Махалковой. Через год ему будет 80. Это уже серьезная очень дата. Всякие будут поздравлялки. Мне все-таки кажется, что очень важно сейчас, когда Махалкова говорят в контексте его телевизионной деятельности и напоминают как Бесогона, все-таки напомнить, что он, помимо прочего, помимо того, что он общественный деятель, что он телеведущий, он, конечно, великий режиссер. Но просто великий действительно достаточно. Один фильм, если бы он снял всего, свой среди чужого и среди своих, он бы уже заработал себе титул великого. Это потрясающая работа совершает. И я, конечно, не киновед, но я говорил со многими авторитетными людьми, которые разбираются в этом, включая там Кирилла Емельевича Разлопова, самого авторитетного в свое время, ну, в кривую жизнь, нашего кинокритика. И я доверяю этим людям. Жриссер он велиц. Что касается его общественной деятельности. Я, кстати, насчет Бесогона с очень многими говорил его коллегами, и с родственниками, кстати, с Егором Кунчаловским, его племянником. Я считаю, что, несмотря на то, что, пожалуй, заслуженно иногда критикуют Бесогон, это очень нужный проект. Очень нужно именно в контексте того, что вещает человек с авторитетом. Вещает не журналист, не какой-то аналитик, а человек, который заработал социальный капитал. Задолго до того, как он стал заниматься вот такого рода блогерски, как я говорю, пейте выпуски. Поэтому я всегда с интересом отсматриваю эти выпуски. Там, как в любой журналистской работе, бывают всякие какие-то накладки, ну, редакторские. Что-то там, кто-кто-то напутал, с тех, кто готовил ему. Сенсаций там может и не быть, но очень верные, адекватные и нужные сейчас, вот, в 2024 году, оценки. И Никита Сергеевич проговаривает вещи, которые необходимо проговаривать. Кому-то они кажутся очевидными. Кому-то спорные. Но то, что Михалков вот это озвучивает, я считаю, что, да, это зачет. Ему низкие поклоны, огромное благодаря. Я с ним многократно беседовал. Он потрясающий собеседник, неповторяемый цена. У него, да, как-то свет, у него есть какие-то заготовки, штампы, да, он их повторяет. Но рассказывая те или иные занятные факты своей биографии, он всегда находит какие-то новые штрихи. Вот в этом смысле он не любит. Скорее. За биографию у каждого еще. Ну, вот 79 лет шеф прожил, у него, может быть, 79 историй каких-то. С ним всегда интересно беседовать. С ним всегда интересно беседовать, потому что он готов выслушивать, в том числе и вещи, которые заведомо ему будут неприятны. И к нутру он готов выслушивать, парировать и на эту тему рассуждать. То есть он такой думающий собеседник. Короче говоря, это не поздравления, конечно, в таком формате, а просто напоминания об этом дне, об этом человеке. И, конечно, оставлю отрывочек одной из наших бесед. Просто буду стараться. Вот вы упомянули фамилию Гурченко, я сразу вспомнил ролик, где вы с ней играли вместе, вместе с Басилашвили, в «Вокзале для двоих». И скажите, почему вы, прекрасно, зная профессию и зная, что зритель массовый часто ассоциирует актера с персонажем, все время выбираете для себя роли таких вот прожженных мерзавцев. Вот как в «Вокзале для двоих». Такой просто вот, такой подынковатый, такой вот, такой тетроватый. Это же как вот корабль загоняют в док счищать ракушки. Вы правильно говорите, что человек ассоциирует с... Актеров почти всегда. Дело в том, что когда тебя ассоциируют там, скажем, с Трилецким, в «Механическом пиане». Ага. То после этого невероятно интересно сыграть вот такого. Но! Я вам должен сказать, что как бы возмещение этого убытка потом был снят жестокий роман. Да. О котором женщины писали «Ну и подлец!» Писали мне «Ну хоть бы денек с таким пожить, международным». Дефицит мужского начала уже тогда скатывался. но вы никогда не выбирали себе вот роли таких вот романтических героев, таких абсолютно стопроцентно положительных, таких вот просто вот... Ну как я могу выбрать себе роль стопроцентно положительного героя? Ну почему? Я был гал... Вы хозяин-барин. Вы знаете, вас называют барин. Вы же можете разок вот... А жмурки? Вот мне все говорят... Ну вот да, в жмурках, да, кстати. Ну и что? Ну надо же показать было моим недругом моё истинное лицо. Вы не знали, какой я, не только внутри, но и снаружи. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.